Здравствуйте, в эфире Суббония, информационная программа Вести Карачаева, Черкесия. С вами Руслан Жупкаев и коротко о главном. Модернизация первичного звена здравоохранения. Республика получила легковые автомобили для сельских медучреждений. Бессонница и другие психоневрологические проблемы. Как с этим справиться после ковида? Советы врача-невролога. Дневники фермера. Известный блогер и предприниматель расскажет, как совмещать приятное с полезным и при этом развивать свое любимое дело. В Карачаево-Черкесию поступили 12 легковых автомобилей для сельских медицинских учреждений. В рамках реализации республиканской государственной программы модернизация первичного звена здравоохранения. Следует отметить, что в рамках программы определены ключевые задачи и отрасли на ближайшую пятилетку с учетом первоочередных потребностей и с упором на отдаленные сельские и населенные пункты. С помощью этих автомобилей станет возможным ускорить оказание медицинской помощи в отдаленных районах и улучшение условий работы медработников участковой службы, подчеркнул замминистра здравоохранения республики Владимир Селиванов. Пандемия коронавируса кардинально изменила жизнь людей. Соблюдение антиковидных мер приучило нас улыбаться глазами, здороваться локтем и взглядом, и все на безопасном расстоянии. Многие люди с трудом принимают нововведения и с опаской, а больше всего трудно с этим справиться психологически. Особенно эта проблема возникает после перенесенного ковида. Апатия и суицидальные мысли – одни из таких осложнений. Как бороться с психологическими расстройствами, от которых развивается бессонница, Альбина Ламкова узнавала у специалиста. Почти год весь мир борется с пандемией COVID-19. Опасный вирус так или иначе затронул каждую семью. В такой обстановке люди стали переживать и больше, отмечают доктора. Одни испытывают стресс, боясь заразиться. Другие, уже переболев, ощущают волнение. Особенно часто это случается у женщин, так как они предпочитают анализировать и искать причины любого нарушения. Значительная часть заболевших жалуется на проблемы психоэмоционального характера. Их тревожит отсутствие уверенности в завтрашнем дне. К этому добавляется тревога за здоровье родных и близких. Но есть и те, кто старается не поддаваться панике. Стараемся соблюдать все правила, особенно в людных местах, в магазинах. Когда вот на руне, стараемся гулять в таких безлюдных, где мало людей, местах. А так, ничего, спокойное, все надо спокойно относиться к этому. Я один живу. У меня это самоизоляция постоянно. Как жена умерла, разницы нет. За близких, волнуюсь, за себя нет. По словам врача-невролога лечебно-реабилитационного центра, нарушение сна после принесенного ковида развивается на фоне интоксикации организма. Работая реабилитологами, мы все чаще видим последствия и осложнения новой коронавирусной инфекции. В частности, хотелось бы остановиться на нарушениях сна и психоневрологических проблемах. Нарушения сна могут быть связаны не только с самим вирусом, но и с препаратами, которые использовали во время лечения ковида. В этом случае доктор советует не заниматься самолечением и обращаться к специалистам. Мы здесь на базе реабилитационного центра совместно с психологами работаем над этой проблемой. Очень важно в лечении нарушений сна не угнетать дыхательный центр, потому что у них и так проблемы с органами дыхания, а препараты, которые улучшают сон, эти препараты, они как раз-таки угнетают дыхательный центр. Тут важно разбираться в проблеме. Мы как неврологи можем медикаментозное лечение свое назначить, психологи, естественно, у них тоже есть свои какие-то когнитивно-поведенческие терапии. Психотерапевты нам очень помогают. Человек сам себе может навредить, отметила доктор. Так, часть пациентов занимается самолечением на обращении к специалисту, пробует справиться с проблемой ковидной бессонницы путем приема алкоголя перед сном. Человек-то заснет после приема алкоголя на 3-4 часа, а потом центр сна, бодрствование, он активируется, и человек уже не сможет заснуть. То есть здесь мы можем наблюдать уже у человека алкоголизм, если длительно он будет принимать. Поэтому лучше обратиться к специалистам, этого стесняться абсолютно не нужно. Врач также добавила, те пациенты, которые с большим вниманием относятся к своему состоянию даже в обычной жизни, у них болезнь протекает тяжелее. Поэтому, как говорят в народе, подпитать головной мозг крайне необходимо. Есть пациенты, которые перенесли легкую форму, но у них вот эти психоневрологические проблемы, они более глубокие, чем у того же тяжелого. Конечно же, рецепт здорового сна хочет знать каждый. И он есть, говорят специалисты. Нужно просто больше двигаться и не читать негативные новости на ночь. А если бессонница на самом деле беспокоит, и это не разовая акция, а диагноз, то без помощи медиков уже не обойтись. Альбина Ламкова, Лебастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Курорты Карачаево-Черкесии в период новогодних праздников посетили около 150 тысяч туристов и экскурсантов. Какая погода будет в горах и в целом в республике на выходные дни, расскажут синоптики. Редактор субтитров А.Семкин Блогер и фермер в одном лице. Наш гость Нурбидар Милов, автор известного на просторах Инстаграма проекта под названием «Дневники фермера». Он ведет сельское хозяйство и красочно рассказывает об этом своим подписчикам. О том, как зародилась эта идея, вы узнаете в нашем репортаже. Доброе утро, Нурбидар Милов, спасибо, что нашел время и пришел к нам в гости. Нам и нашим телезрителям очень интересно, как возникла идея вести блог о жизни фермера. Доброе утро, уважаемые телезрители. Руслан, спасибо за приглашение. Идея вести блог возникла в параллель с всеобщей эпидемией пандемии. Я вернулся с Москвы, оглянулся вокруг и предположил, что вся эта история надолго с массовой историей. И, исходя из этого, принял решение, что можно время с пользой провести. И первым шагом было, вот мои бабушка, дедушка, они вообще очень трудолюбивые люди, во-первых. Во-вторых, именно труд для них это основополагающий фактор их совместной жизни. Мы даже недавно 50-летие их совместного брака праздновали. Дети, внуки все собрались, и там мы четко все сошлись во мнении, что действительно труд – это огромная сила. И, возвращаясь к вопросу, они также занимались разными видами сельского хозяйства. Начиная от разведения собак, то есть они разводили собак, продавали породистых еще там 90-е годы. Ну и вот так по этапам, по этапам – кролики, птица, крупный рогатый скот. Но овец у нас никогда не было, несмотря на то, что это достаточно распространенный вид деятельности в нашей республике. Я решил попробовать, мы взяли немного овец, потом еще докупили. И в какой-то момент мне стало интересно показать людям, потому что это действительно интересно. Вот утром встаешь, вот эти все процессы, параллельно это апрель месяц, люди в квартирах сидят. Грубо говоря, людям скучно. Да, думаю, может быть сейчас. И получилось так, что параллельно со мной находился мой брат, также отправлен на карантин, он учится в Москве. Я ему вручил мобильный, сказал – снимай. Все. И вот так, вот так начались первые шаги. Мы пробовали, нащупывали, что более интересно, что менее интересно. И поэтапно, пошагово двигались. И получается, что обычное занятие сельским трудом разбавилось вот этой творческой площадкой, как Инстаграм, социальной сетью. Нурбей, поделитесь секретом, как превратить сельское хозяйство в прибыльный бизнес, или может быть даже в бренд? Более точно я бы смог ответить, наверное, по истечению года-двух на этот вопрос. Так как у меня, я на начальном этапе, и, скажем так, в одну общую картину я не сложил все преимущества и сложности этого всего мероприятия. Но кое-что я уже понял. Во-первых, безусловно, это касаемо любого дела, это любовь к своему занятию. Это однозначно. То есть, если отсутствует этот фактор, то не будет развития. Не будет развития, потому что не будет желания этим заниматься. А это основополагающий фактор достижения каких-то результатов в любом направлении. Поэтому первое и самое важное, основное, это любовь и желание. Следующий этап, вот мы закрепили, допустим, любовь и любимое занятие. Следующий этап, это, безусловно, дисциплина. То есть, кстати, вот именно фермерство и сельское хозяйство, жизнь в ауле дали мне вот, и чему я очень благодарен, впитали в меня вот это качество сильно. И оно развивается, это вот дисциплина. То есть, ты в ответе за тех, кого приручил. Да, ты, вначале мы их кормим, потом только себе уделяем внимание. И вот эти все моменты в долгу дают положительный, скажем так, отклик. А если вот касаемо точечных каких-то моментов, тот же Инстаграм, да, вот блог, социальные сети. Это очень полезная площадка, я людям рекомендую, потому что, опять же, телефон, он всегда под рукой, информация близко. И мы вольны выбирать сами то, что нам хочется смотреть, что нам нравится. Соответственно, задача в том, чтобы занять свое место вот в этой площадке. А вот на данном этапе какую продукцию вы производите? Мы производим кисломолочную продукцию на рынок, на сегодняшний день мы на рынок вышли с сыром сулугуни. Это, скажем так, такой флагман нашего проекта. Сыр, который мы любим. Каждый день он у нас на столе. И мы желаем, чтобы как можно больше людей попробовали его. Нам бы этого хотелось. А в перспективе мы, конечно же, будем расширять ассортимент. Опять же, повторюсь, ассортимент из того, что у нас есть на столе. Это сметана, айран, сырники. Скажем так, вокруг да около. И это действительно процесс. Мы совмещаем приятное с полезным. Нурбиз, спасибо огромное, что вы пришли к нам в гости. Диалог был очень насыщенный. Мы и наши телезрители желаем дальнейшего развития и удачи вашему проекту. Спасибо большое вам, что пригласили. И всегда рад. Популярным местом отдыха для гостей и жителей республики стали не только горнолыжные курорты, но и Тиберда. Туристы, направляющиеся в Донбай, обязательно посещали заповедник. Звери всегда рады гостям. Немного они приуныли, но в выходные им дни скучать не приходится. Дети вместе с родителями гуляли по живописной территории заповедника и знакомились с обитателями. Здесь и грациозные лебеди плавают в пруду, можно сказать, как в балете «Лебединое озеро». Есть и черный лебедь, который, важно, даже скользя, прогуливался по замерзшему озеру. Олень с удовольствием принимал угощения и позировал гостям. Только медведь, важно, лежал без настроения. Вроде бы зима, но спать ему совсем не хочется. Тибердинский заповедник всегда рад гостям, тем более наступили выходные дни. На этом субботний выпуск «Вестей» подошел к концу. Приятных выходных и всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok